Антон, расскажите, как вам мероприятие? Мероприятие, знаете, когда я смотрю на такого рода мероприятие, ну и вообще на шахматы, когда я смотрю, я, конечно, сожалею о том, что в детстве сам не улегся шахматами. Вот меня в шахматы привели мои дети, которых мы с супругой в свое время, значит, их приучили, и они меня начали использовать как спаринг-партнера, и я понял, что шахматы – это суперкрутая игра, но я уже староват чуть-чуть, уже мозги так быстро не соображают, да, еще я где-то могу, наверное, с чуть-чуть им противостоять, но пока я уже чуть-чуть до уровня не дотягиваю, то есть могу в ничью свести с Германом, который сейчас участвует, ну, наверное, одну из десяти, и то, когда он уже спать хочет, он устал, могу как-то его замариновать. Да, а мероприятие, конечно, фантастически организовано, человек 400-500, так по ощущениям, дети, своих родителей присутствуют, ну, и в целом это о чем говорит, о реализации и росте интереса, шахматы все-таки, мы всегда были шахматы для державы, и что интерес у детей не спадает, ну, и в целом, у него организация достаточно высокий, не надо там бегать, выяснять, где, какая же игроку в онлайне, все посмотрел, какой стол, с кем играешь, и то, кто закончился уже сразу, ты понимаешь, кто с кем следующий играет, он на очень высоком уровне сервисе. Как вам такое сотрудничество с шахматы и футболом? Мне кажется, вообще, знаете, сейчас век, такое слово, наверное, заимствованное, коллаборацией. Чем больше вот таких, это и в моде, и в еде, и в других проявлениях общественной жизни, и понятно, что футбол спорт номер один, но стадионы, которые мы в четвертом миру построили, они используются 20-30 на все, не в году. Конечно, их надо задействовать, и в том числе, как площадки для тех или иных событий, в том числе шахматы, кажется, это вообще подходит, и плюс, может быть, многие дети, которые никогда на стадионе не были, придя сюда на шахматы в турнире, потом вернутся на футбол.